Всем в тренде! Группа Грибы вернулась в рэп-индустрию, и это, наверное, самый нежданный камбэк этого года. А ведь прошло уже более двух лет после последнего, их самого известного, бэнгера «Тает лёд», на котором, к слову, уже 200 миллионов просмотров. Чтобы вы понимали, ни один хип-хоп-исполнитель в странах СНГ еще не набирал такое количество просмотров на своих клипах. А также песня «Тает лёд» попала в список 30 лучших песен по всему миру за 2017 год. Это все хорошо, но чего нам стоит ожидать от нового альбома? О чем песня «Контракты», почему «Грибы» сменили название на «Грипс» и вернется ли «Киевстонер» в новый состав всем известной группы? Давайте сегодня попытаемся в этом разобраться. Ну а перед тем, как начать, хочу вам показать один паблик, где я часто беру биты, как для своих роликов, так и для своего творчества. Это битмейкер Кромби. Он делает самые взрывные и запоминающиеся биты в любом жанре, которые непременно будут по вкусу каждому. Всего битами вы сможете точно написать «Бэнгер» абсолютно в любом жанре. Хотите жесткий трэп? Окей. Если вам нужна атмосферность, и такие биты есть. Да даже если вы хотите что-то в стиле грибов, я думаю, Кромби вам сделает на заказ, и это на изи. Ну а если вы не сидите в ВК, или вам там неудобно искать биты, то у него есть еще инстаграм, где вы сможете найти сниппеты абсолютно всех инструменталов. Все ссылки я оставлю в описании под видео. И так, давайте перед тем, как разобрать новый клип грибов, мы вернемся на три года назад и вспомним первый состав всем известной группы. Туда входили Симптом, Чати Акатила, Юрий Бардаш и Киевстонер. Юрий Бардаш являлся продюсером и основателем группы Грибы. Именно он занимался продюсированием, придумывал идеи и занимался продвижением. Насколько мы знаем, Грибы это не единственный его успешный проект. Есть еще группа Помбинтонг, Квест Пистолс тоже был его проектом, Певица Луна, а также много еще других исполнителей. Но, видимо, с ним работать не так уж и хорошо, как могло показаться на первый взгляд. С одной стороны, он прекрасный продюсер и знает свое дело. Буквально каждый его проект добивался большого успеха. Но, с другой стороны, все это всегда заканчивалось очень быстро и не всегда хорошо. Но вернемся к грибам. Насколько я знаю, Киевстонер ушел из группы перед их первым туром по России. И, как многие источники до сих пор сообщают, у него были проблемы как раз таки с Бардашем. Возможно, это кого-то расстроит, а может, кто-то обрадуется. Но я не поеду в тур по России с группой Грибы. И вообще, я ухожу с этого коллектива. Песня «Тает лед» крутая? Симптом охуяя завлюл чат, я охуяю летел. Третий куплет мне не очень понравился. Затем, в 2017 году, на концерте в городе Одесса, Юра заявил, что группа «Грибы» прекращает свою концертную деятельность. Вот, мы тут с ребятами расскажем вам кое-какие новости. Так случилось, что группа заканчивает свою концертную деятельность в этом году, 31 декабря. И мы как раз сейчас, мы в Одессе, даем, получается, последний концерт. И теперь мы подобрались почти к самому интересному. Почему же «Грибы» распались? Во-первых, давайте пройдемся по пруфам и вспомним «Вписку» с Киевстонером. Я слышал, я слышал второй альбом, второй альбом. Я второй альбом «Любом», ты что, мы в странную студию пишем. Бэнгер. Бэнгер, да, бэнгер. Круче первого. А? Круче первого. Ну, блядь, не знаю. Ну, там есть охуяющие хиты. Есть охуяющие хиты. Но, возможно, мы их не услышим. Второй альбом был записан. Все треки уже были готовыми. По сламке и в Стонера там было очень много хитов. Но из этого же интервью мы узнали, что альбом, скорее всего, никто не услышит. В чем же причина? Перед тем, как мы во всем разберемся, давайте отмотаем время вперед и поговорим сначала про новый клип, в котором есть некоторые зацепки, подтверждающие мою теорию. Вчера днем первым звоночком камбэка стала новая аватарка в официальной группе «Грибов», а также переименование самой группы. О чем же это говорит? Во-первых, изменился логотип, и теперь «Грибы» это «Грибс». Так как Юрий Бардош являлся продюсером и основателем этой группы, то ему и принадлежат все права. А поскольку в новом клипе мы видим новый состав группы без Юрия, то из этого можно логично сделать вывод, что ребята создали новый коллектив, который вообще никак не относится к старой группе. То есть по авторским правам они вроде как ничего не нарушают. Название осталось практически тем же, а логотип тоже немного изменился, но несет себе в принципе ту же идею. Поэтому «Грибы» будут теперь 100% без Юры, и они 100% принадлежат сами себе, без всех этих контрактов и так далее. Но о чем же, собственно, клип? Во-первых, это некое новое интро. Это треки не задумывался как новый хит или бенгер, а был сделан для того, чтобы, так сказать, подогреть интерес. Ведь идея клипа заключается в том, что «Грибы» готовы очистить нашу грязную индустрию от мусора и подарить нам снова свой стиль. И ведь действительно, это единственный рэп под прямую бочку, который не стыдно слушать. Многие, кстати, упрекают, что моя группа украла идею для клипа из этого видео. Но я хочу вас расстроить. По этой же логике получается, что и эти ребята украли идею из этого клипа. Ну а если серьезно, то это вряд ли байт. Как можно описать происходящее в песне? Мол, мы вынесем весь мусор и очистим индустрию, при этом, чтобы все это было в стиле грибов. Правильно, это взять мусоровоз и снять на нем клип. Поэтому, скорее всего, они сами додумались до этого. Второй интересный момент в клипе – это припев. И вот здесь стоит обратить внимание на слова про контракты и политику. Мол, нафиг это все. А теперь вернемся к теории, почему же распались грибы. Есть такое предположение, что из-за политических проблем им запрещали выступать в России. А также и были проблемы с выпуском нового альбома. Вся суть конфликта неизвестна, но связано это было напрямую с Бардышем и его контрактом. Что именно там было прописано, никто не знает, но я думаю, ребята упомянули контракты и политику в своем новом треке неспроста. Второй фактор, который доказывает это, является то, что на Украине поменялась власть. Сейчас у нас президент Зеленский, и он вроде как уже и вернул ВК, и в целом пытается убрать запреты со всех исполнителей, которым запрещен въезд либо в Россию, либо наоборот в Украину. И как раз таки в это время выходит новый клип грибов. Думаю, тут все логично и понятно. Но, будет ли новый альбом, и собираются ли они выпускать песни из ДНК-2, которые уже были представлены ранее на концертах? Вот вам официальный ответ. Да, все будет. Поэтому нам остается только ждать. Лично я очень рад возвращению этой группы, и с нетерпением жду новую пластинку. Надеюсь, что они смогут еще обогнать по популярности свой самый большой хит «Тает лед». А как думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях по поводу прогноза на новый альбом, и ждете ли вы новых песен от данных исполнителей. Ну а на этом все. Еще больше новостей вы сможете узнать в нашем инстаграме в тренде ТВ. А также там каждый день мы дропаем новые песни в сториз для обновления вашего плейлиста. И не забываем подписываться на канал, чтобы оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и Ютуб. Я в тренде, а не в тренде, мы в тренде, что там, что там. Я в тренде, а не в тренде, с нами тусит мода, мода. Я в тренде, а не в тренде, мы в тренде, что там, что там. Я в тренде, а не в тренде, с нами тусит мода, мода.